Второй день. Российские самолеты вылетают для нанесения ударов по Сирии с иранской военной базы. Сегодня западная пресса анализирует тесное сотрудничество Москвы и Тегерана. Как пишет Ассоши этот пресс, это в первую очередь сигнал Вашингтону. Если Соединенные Штаты не проявят гибкости и не начнут работать с Россией, то Кремль возьмет себе в партнеры врага США. Напомню, что в сирийской войне Россия с Ираном и без того. На одной стороне оба государства защищают интересы Башара Асада. В Москве считают, что обладают полным правом использовать территорию Ирана в рамках совместной борьбы с терроризмом. В США и Израиле предсказуемо недовольны. В нашей студии политический обозреватель Мария Гордон. Обсудим с ней ситуацию. Мария, как вы считаете, чем все это чревато? Здравствуйте, Лиза. С самого начала военной операции Российской Федерации в Сирии все действия Москвы можно расценивать как ряд сигналов. Начало сирийской операции – мощный ракетный салют из акватории Каспийского моря. Потом уход в ожидании дипломатических дивидендов, которые не последовали. Потом неожиданный возврат. Душераздирающий концерт с участием велончелиста Ралдугина в освобожденной Пальмире. Еще один сигнал. И вот сейчас Россия использует иранский аэродром для ударов по Сирии. Как аккуратно высказался госдеп США, такой поворот событий нежелателен, но он не был непредвиденным. Американская разведка подозревала сближение Москвы и Тегерана. И понимала, что хотят этим сказать в Кремле. Создается новая ось на Ближнем Востоке. Сирия, Иран и Россия. Россия таким образом пересекла две геополитические черты. Это первый случай, когда иранцы разрешили иностранному государству использовать одну из своих баз со времен революции 1979 года. Это также первый случай, когда Москва обратилась к третьей стороне для нанесения ударов по целям на территории Сирии. В последнее время можно наблюдать и попытки России наладить отношения с новой властью Египта и Саудовской Аравии. Разрешение противоречий с Турцией. В целом, главная задача сводится к захвату зон политического и военного влияния Советского Союза, потерянных после его распада. Израильская разведка говорит примерно то же самое. Владимир Путин пользуется непоследовательной и робкой внешней политикой нынешней американской администрации. США дистанцируются от ближневосточных проблем, в то время как Россия просто заполняет образовавшийся вакуум. Израильские военные уверены в том, что Москва пытается вбить клин между США и их традиционными союзниками. В Иерусалиме предупреждают, игра России на понижение, в данном случае активности США, еще принесет неожиданные последствия. Например, в пространство, где ослабевает влияние Вашингтона, может вступить и Пекин, который на этой неделе объявил о том, что намерен предоставить помощь армии Башара Асада. Пока речь идет только о тренировке военного персонала, но это только первый шаг. Военное сотрудничество, даже в тех случаях, когда оно обставлено соответствующими договорами, это всегда сложная дипломатия. Например, использование американскими военно-воздушными силами аэродрома в турецком Инжерлике. С одной стороны, это естественно, поскольку Турция, как и США, член НАТО. С другой, это предмет торга. Турция надеется, что в обмен на использование базы, американцы сократят свою поддержку курдам. На повестке дня также сложнейший вопрос об экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и объявлен в Турции идеологом попытки госпереворота и врагом народа. База в данном случае – разменная карта в политической игре. Американские разведчики, кстати, предполагают, что Россия просто заплатила Ирану за использование базы. По их мнению, в Тегеране становятся необычайно гибкими, когда речь идет о прибыли. В любом случае, второй день Москва успешно бомбит Сирию самолетами, вылетающими с иранской базы «Хамадан». И по мнению обозревателей-реалистов, это очень правильный для Кремля ход. Владимир Путин усиливает свое присутствие и влияние в регионе. Вашингтону придется это осознать. Спасибо, Мария Гордон, об использовании России военной базы в Иране.